Сирия, лагерь Аль-Холь. В этом временном поселении жили десятки тысяч жен и детей боевиков. Трудно представить, что за черной чадрой могут скрываться и наши землячки, уроженки Шумкента и Туркестанской области. Айман Кудайбергенова одна из тех, кто была брошена в огонь чужой войны. Ради мужа и во имя любви женщина несколько лет скиталась по регионам Турции. И уже в 2018 с ребенком на руках Айман оказалась в эпицентре боевых действий. Казахский жамагат в Сирии пополнялся завидной регулярностью, но и боевиков становилось меньше день ото дня. Всего спустя два с половиной месяца Айман Кудайбергенова тоже стала вдовой. Сразу после ее перевели жить в Макар. Так называли специальные поселения для овдовевших жен. Их там кормили, поили и давали одежду детям. Позже, когда территория ИГ начала сокращаться, а бомбежки и обстрелы стали постоянными, наступил тотальный голод. Женщины просили милостыни прямо на улице. Продолжение следует... Светом в конце тоннеля стал гуманитарный коридор, который вывел женщин на территорию, охраняемую курдами. Здесь в Альхоле на северо-востоке Сирии Айман и сотни казахстанских женщин ожидали своего спасения. Там спланировали целую операцию по возвращению под кодовым названием ЖУСА. В конце 2018 года по инициативе Нурсултана Назарбаева в стране стартовала операция ЖУСА. С тех пор из зон боевых действий в Казахстан привезли 725 человек. В основном это женщины и дети. 14 мужчин были осуждены за терроризм. Что касается Шамкента, здесь сейчас живут 20 женщин, вернувшихся из Сирии и 64 ребенка. Их мужья и отцы погибли в войне за исламский халифат. Сирии Сирии Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 материал да и анны брюки живет дерге сделала распространение в сараптам аду материал утит курситет я там они призывают да получается к чему-то вот просто я думаю сейчас я отправлю кому-нибудь видео потом меня тоже возьмем еще контроль не знаю наслаждает какие-то видео вот такие видео нельзя пересылать автомат автоматом я кунис кузга эти копейси больше анны сахаса в общем уважаемая молодежь прежде чем пересылать сообщения в интернете по ватсапу обязательно ознакомьтесь и будьте предельно аккуратны да потому что религиозные видео могут по-другому истолковать в целом управление молодое в команде всего 16 человек большая часть работы проходит под грифом секретно в городе тихо стычек на фоне религиозных разногласий по крайней мере в последние годы не было но буквально месяц назад управление по делам религии потрясла резонансная новость учитель шымкентской мечети избил двоих детей что было дальше козы туран аудан репартамент полиции он лар козы ердер жасап газы со психология сараптаманы тагайн далды сон результат туз кюмс золды бақлауда без карават мыс кай был от не было то мен негативный религиозную идеологию наладить диалог между представителями разных вероисповеданий и обеспечить мир как бы громко это не звучало руку помощи протянули официальные религиозные объединения мусульмане православные католики пятидесятники свидетелей йогова в шымкенте пусть в малом количестве есть еще бахаи кришны и буддисты ежегодно управление по делам религии по особенному теплу отмечает день духовного согласия аминь господи помилуй и благослови сразу после акимата мы направились в свято-никольский кафедральный собор и вы только посмотрите какая красота предстала перед нами это самый впечатляющий один из самых старых православных храмов города его построили греки в 1988 году всюду прослеживаются византийские мотивы человек сам выбирает куда ему идти подходит к любимой иконе тому месту куда его господь зовет и ставит он зажигает свечи и главный вопрос это не нарушает моей веры ну это нужно спрашивать у имама да но я думаю нет я думаю особо вы у нас приходят приходят ставят приходят из медресе для того чтобы ознакомиться с нами показать здесь бывает целые экскурсии проводим то есть они приходят ребята и мы показываем где мы что мы у нас вот управление по делам религии организует сейчас уже целую спартакиаду когда мы дню духовного согласия начинаем соревноваться и по футу сначала это был только футбол а сейчас это не только футбол это еще и шахматы и теннис и сейчас в этом году плавание и то есть это мы занимаемся спортом мы тренируемся мы не только общаемся мы еще проводим вместе время мы пытаемся молодежь воспитать и чтобы они друг с другом на футбол играю понимали дружили и все потому что знали что еще раз делить нам нечего у нас одни цели у нас одна страна одна родина одна отчизна как зажигать свеч а вот это что молитва пресвятой богородицы наверно это я первый раз в жизни в церкви раньше видела только фильмах как это делается у меня не получается а о а александр могилевский с гордостью говорит что не понаслышке знает мусульманские традиции благодаря крепкой дружбе с имамами они часто собираются за одним столом ходят на мероприятия и поздравляют друг друга с праздниками. Я на свадьбе был у другого имама, у которого дочка замуж выходила. Я говорю, как мне прийти? Гражданское одеть или так? Он говорит, так, приходи, ты же мой друг, вместе будем сидеть. То есть пусть видят, что мы дружим. И это было, это есть, и мы ходим, и вместе плов едим, и все прочее, и же бармак. Поэтому еще раз бы, делить нам нечего. Мы понимаем, осознаем, что мы должны воспитать молодежь, воспитать правильно, чтобы не было того, что происходит в мире, когда используют нечестно религию в своих каких-то целях. Нет, у нас цель одна. Процветающий Казахстан, спокойствие, мир, самое главное настояние. Ни нефть, ни газ, это все кончается. Мир, мир будет, все будет, и остальное будет. Кстати, чуть позже мы узнали, что на Свято-Никольский кафедральный собор готовилось покушение. Это было еще в 2021 году. Благодаря усиленному контролю спецслужб, трагедии тогда удалось избежать. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. В Шамкенте есть 90 мечетей, и самая большая из них – это центральная. Ее построили 10 лет назад по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева и при поддержке арабского шейха. В народе ее так и называют – мечеть шейха или мечеть Бигжан. Интересно, что находится она не в центре города, а на выезде около самого оживленного рынка. В этой мечети с утра и до ночи молятся тысячи верующих. Они просят Всевышнего о главном – мире и любви, здоровье, благополучии и единстве. Имам Актамберды Мусабек говорит, основа ислама – это доброта, порядочность, скромность и покорность Аллаху. Главное, к чему должны стремиться мусульмане – оберегать сердце и разум от дурных помыслов. Дурс, ислам изгел кетарбе едет, жақсылыққа шақырады, мейірімді шашады. Бірақ пайғамбарымыз А.С. айтады, Екен көп, тұға жасаған Алладан пана сұраған, Е мұқалебал қолуып, сәббет қолби аладенік, Ей, жүректерді өзгертуші Алла, Менің жүрегімді өзіңнің дініне бұра көрдеп, әр уақты Алладан пана сұрағанды. Ал болады, ол жүрек деген, деді, пайғамбарымыз айтты, Қауысын сияқты, деді. Актомберг Мусабек не оставил без внимания социальные сети. В этом году популярные инстадивы одна за другой начали покрывать головы платком и делают это демонстративно. Также они запускают курсы, тренинги, говорят о религиозной грамотности. Имамы бьют тревогу и беспокоятся о негативном влиянии на подрастающее поколение. В каждой мечети Шымкента есть свои списки нуждающихся. Совместно с районными акиматами им распределяют продуктовые наборы, а во время курбанайта развозят мясо. Кстати, желающие помочь могут прийти в любую мечеть и запросить эти списки. Также при центральной мечети работает один из девяти республиканских колледжей в Медресе. Еще одной гордостью является собственный медиа-центр. Мы с вами смотрим. Вы можете посмотреть, да? Папка, да? Здесь сухбат болит, да? Да, здесь сухбат болит. Здесь программы, да? Мы уже записывались на YouTube-канал. Интересно, и камера хорошая. Мы, да? Мы, да? Мы, да? Мы, да? Мы, да? И так, подводя итоги, хочу отметить, что Казахстан как светское государство нейтрально по отношению к разным религиям. Третий мегаполис страны всегда был центром мира и согласия разных конфессий, народов и религий. Среди них ислам, христианство, буддизм, иудаизм и другие. Главная цель сегодня – привить будущему поколению два главных принципа, которые трактует любая религия. Давайте будем терпимее и любить ближних. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова